Здравствуйте, дорогие детишки! Приготовьтесь, пожалуйста, к уроку. Достаньте свои принадлежности, учебник, тетрадку, ручки, карандашики и начнем. Откройте, пожалуйста, свои учебники на странице 43. Посмотрите внимательно на картинку. Что изображено на нашей картинке, как вы думаете? Правильно, это цветок. Всю жизнь цветы не оставляют нас, красивые наследники природы. Они заходят к нам в рассветный час, закатный час, заботливо уходят. Как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? Правильно, речь пройдет о цветах, но не обо всех цветах, а именно об одном цветке особенно. Посмотрите, пожалуйста, на следующую картинку. Как вы думаете, что изображено? Правильно, все эти фотографии относятся к одному определенному городу, городу Шуше, который находится в Нагорном Карабахе. И именно этот наш прекрасный цветок растет только в горах Шуше. Откройте страничку 43. Королева цветов. Вы когда-нибудь слышали о королеве цветов? Тогда слушайте. В одном из самых прекрасных и живописных уголков нашей родины, в горах Шуше, в середине июня начинает цвести цветок невиданной красоты. А называется это чудо Хары-Бюль-Бюль. По своей форме Хары-Бюль-Бюль напоминает соловья. Отсюда и название цветка. Хар в переводе с азербайджанского языка означает шип. А Бюль-Бюль – соловей. Цветок не только красив, но очень полезен. Посмотрите, пожалуйста, рядом с текстом у нас есть желтая рубрика. Вспоминаем и отвечаем. Попробуйте ответить на поставленный вопрос. Вы когда-нибудь слышали о королеве цветов? Подумайте, найдите дополнительную информацию. Обратите внимание, детки, в зеленой рубрике нас спрашивают, встречали ли вы где-то изображение данного цветка. И посмотрите, как вы его видите, на что он похож. Думаю, многие обращали внимание на двадцатимонатную купюру. Именно на этой купюре, если внимательно посмотреть, здесь у нас как раз и есть изображение этого цветка Хары-Бюль-Бюль. Хары-Бюль-Бюль всегда был тесно связан с Шушой. Эта земля всегда считалась его родиной. Каждый азербайджанец мечтает увидеть ленидарный Хар-Бюль-Бюль в освобожденной Шуше. Обратите внимание, рядышком у нас есть желтая рубрика. Что вы знаете о Шуше? Подготовьте письменную или электронную презентацию. Соберите информацию про этот город. Теперь, детки, обратите внимание на стихотворение, которое дается на доске. Я щедрый, удивительный и самый расточительный. С двумя предлогами дружу. Я всех всегда благодарю. Кому? Чему? Я всем кричу, а иногда совсем молчу. Скорее помогите и как зовут, скажите. Подумайте, детки, какие слова у нас отвечают на вопросы «кому? Чему?». Думаю, все уже догадались, что именно существительные в дательном падеже отвечают на вопросы «кому? Чему?». А теперь, пожалуйста, подумайте, на какие еще вопросы, кроме «кому? Чему?» отвечает дательный падеж. Чтобы ответить на этот вопрос, детки, посмотрите на доску. У нас дается два имени существительных. Это поле и парк. Давайте-ка поставим эти существительные в дательный падеж. Подошел к чему? К полю. По-другому. Какой вопрос мы можем задать? Куда? Гулял по чему? По парку. По-другому. По-другому зададим вопрос «где?». Итак, детки, что у нас получается? Что кроме вопросов «кому? Чему?», дательный падеж также отвечает на вопросы «где?» и «куда?». Откроем, деточки, страницу номер 44. Разберем с вами упражнение номер 84. Нам говорят «спешите предложение, укажите существительные в дательном падеже». Первое наше предложение. По склонам холма открывались прелестные лужайки. Почему? По склонам. Второе предложение. При виде их слагались в уме чудесные лесные сказки. Здесь у нас нет существительных в дательном падеже. Капли дождя стекали по листьям черемухи. Капли дождя стекали по чему? По листьям. Третье предложение. По тропинкам, по крутым обрывам, по ущельям поднимаются путешественники в гору. По чему? По тропинкам, по крутым обрывам, по чему? По обрывам, по чему? По ущельям. И четвертое предложение. Седые туманы плывут к облакам. Седые туманы плывут куда? К чему? К облакам. Это тоже существительное в дательном падеже. Теперь, деточки, перейдем к упражнению номер 86. Спешите предложение. Почеркните грамматическую основу. Укажите падеж имен существительных. Почеркните предлоги. Давайте для начала вспомним, что такое грамматическая основа. Правильно, детки. Грамматическая основа – это главные члены предложения, подлежащие и сказуемые. Первое наше предложение. Красная шапочка отправилась к бабушке. Давайте найдем подлежащие. Кто? Красная шапочка. Красная шапочка что сделала? Отправилась. Отправилась куда? К кому? К бабушке. К бабушке. К кому? Чему? Это у нас дательный падеж. Второе предложение. Она несла бабушке пирожки. Кто? Она. Она что делала? Несла. Несла кому? Бабушке. К кому? Чему? Дательный падеж. Третье предложение. По лесу бежал серый волк. Кто? Волк. Волк что делал? Бежал. Бежал почему? По лесу. Дательный падеж. Обратите внимание, детки. Рядом с 86-м упражнением нам даются словарные слова. Автомобиль, шофер и район. Пожалуйста, запомните их написание. Далее у нас идет 87-е упражнение. Составьте и запишите словосочетания с именами, существительными в дательном падеже. Обратите внимание, в первом столбике нам даются вспомогательные слова «радоваться», «верить», «сочувствовать» или «удивляться». Во втором столбике вопросы «кому?», «чему?». Как вы думаете, кому?», «чему?» – это какой падеж? Правильно, вы уже запомнили. Это дательный падеж. Вопрос «кому?» мы задаем к существительным, одушевленным. А вопрос «чему?» – к существительным, неодушевленным. В третьем столбике нам даются существительные, с помощью которых мы можем составить словосочетания. Допустим, первое – «радоваться кому?» или «радоваться чему?». Первые слова у нас – «весна», «солнце» и «подарок». И весна, и солнце, и подарок – это существительные, неодушевленные. Поэтому мы воспользуемся вопросом «чему?». Радоваться чему?» – «весне». Радоваться чему?» – «солнцу». Радоваться чему? – «подарку». Верить кому? – «другу», кому – «сестре», кому – «писателю». Сочувствовать чему? – «горю», «несчастью», кому – «человеку». Удивиться чему? – «терпенью», чему – «успеху» и чему – «тишине». С какими предлогами употребляются имена существительные в дательном падеже? Какими членами предложения являются существительные в дательном падеже? Правильно, детки. Существительные в дательном падеже отвечают на вопросы «кому», «чему» и употребляются с предлогами «к», «по». А в предложении являются второстепенным членом предложения. Мои хорошие, все мы прекрасно знаем, что сейчас в стране пандемия, и каждый должен следить за своим здоровьем. В первую очередь за своей личной гигиеной. Не забывайте, деточки, что, надевая масочку, вы защищаете окружающих, в то время как окружающие, надевая масочку, защищают вас. Оставайтесь здоровыми. До скорых встреч! Здравствуйте, ребята! Мы на уроке математики. Тема нашего урока – деление трехзначного числа на однозначное, когда в частном записывается ноль. Давайте посмотрим на экран. Перед нами число 426. В этом числе четыре сотни, два десятка и шесть единиц. Представим, ребята, что нам нужно разделить число 426 на 4. Для этого, чтобы узнать, сколькизначный будет ответ этого примера, мы должны сравнить количество сотен в делимом с делителем. 4 равны 4. То есть наш ответ будет трехзначным числом. Теперь, ребята, подумаем, это число будет делиться с остатком или без остатка. Для этого мы вспоминаем признаки делимости на 4. Признаки делимости на 4 таковы. Число делится на 4, если две его последние цифры – нули, или образует число, которое делится на 4. Две последние цифры в этом числе – 2 и 6. Они образуют число 26. 26 на 4 не делится без остатка. Поэтому делаем вывод, что число 426 будет делиться на 4 с остатком. Нам предстоит с вами разделить число 426 на 4. Для этого сначала мы будем делить старший разряд. Старший разряд в трехзначном числе – это разряд сотен. 4 нужно поделить на 4. Если мы 4 поделим на 4 части, то заметим, что в каждой части у нас получилась одна сотня. Поэтому запишем в частное 1. 1 умножаем на 4 – будет 4. 4 минус 4 будет 0. 0 мы не записываем, так как есть 2 в разряде десятков. Спускаем двойку. Двойка на 4 не делится. 2 на 4 не делится, потому что 2 меньше 4. Поэтому в разряде десятков в частном у нас получится 0. И только после того, как мы записали в частном 0, мы спускаем 6, то есть количество единичек. Теперь вместе у нас получилось 26 единиц. 26 на 4 без остатка не делится. Вспоминаем, какое число меньше 26 делится на 4? 24. 24 делим на 4, записываем в частное 6. 6 умножаем на 4, получается 24. От 26 отнимем 24, у нас останется 2 в остатке. Посмотрим еще раз на нашу модель. У нас получилось 4 части. В каждой части по 106 кубиков, и 2 кубика получилось в остатке. Мы можем проверить, ребята. Итак, 4 части по 106 кубиков. 4 мы умножим на 106 и прибавим 2, наш остаток. 4 на 106 умножаем, мы получаем 424. И к этому числу мы добавим 2, получим ответ 426. То есть мы получили делимое. Пример мы решили правильно. Перейдем к заданиям в учебнике. На страничке 41 есть задание номер 1. Вычислите, как вы объясните запись нуля в разряде десятков в частном. Перед нами пример. 918 делить на 3. Нам нужно найти частные этих чисел. Сначала, ребята, мы должны вспомнить, сколько в этом числе сотен. 9 сотен. А сколько десятков? 1 десяток. Сколько единиц? 8 единиц. Теперь мы должны сравнить количество сотен в этом числе с делителем. 9 больше 3. Получается трехзначный ответ. Итак, в частном у нас получится трехзначный ответ, а раз трехзначное число, то есть будут сотни, десятки и единицы. Далее, ребята, мы должны 9 сотен разделить на 3. 9 разделим на 3, получим 3. Записываем в разряде сотен 3. Дальше, ребята, мы переходим к десяткам. Количество десятков в числе равно единице. 1 делится на 3? Нет, не делится. Почему? Потому что 1 меньше, чем 3. Поэтому вместо десятков в нашем частном мы запишем 0. Потом мы будем делить общее количество единичек, то есть 18. 18 разделим на 3, получим 6. И запишем в разряде единиц число 6. Ответ этого примера 306. Еще раз, ребята, как мы получили в разряде десятков 0? 0 получился от того, что в разряде десятков делимом стояло число 1, а 1 меньше, чем наш делитель, меньше, чем 3. Рассмотрим следующий пример. 642 нужно разделить на 6. Вспоминаем, что в этом числе 6 сотен, 4 десятка и 2 единички. Для того, чтобы узнать, скольки значное получится число в ответе, мы должны сравнить количество сотен с делителем. Они равны. Поэтому мы делаем вывод, что наш ответ будет трехзначным числом. А раз в ответе у нас будет трехзначное число, то в нем будут сотни, обязательно будут десятки и обязательно будут единицы. Теперь начинаем деление. 6 сотен мы разделим на 6. 6 на 6 делится, получается 1. Записываем в частном в разряде сотен единицу. Далее, ребята, мы делим десятки. 4 на 6 не делится. Почему? Потому что 4 меньше, чем 6. Поэтому в разряде десятков в нашем частном появится 0. И только потом, соединив общее количество единиц, их 42 единицы в этом числе, мы 42 разделим на 6, получим 7 единиц. И получим ответ 107. На страничке 41 есть задание номер 2. В цветной квадратик впишите такую цифру, чтобы при делении в данном разряде получился 0. Еще раз, ребята, давайте вспомним. Чтобы в разряде десятков у нас в частном получился 0, в разряде десятков в делимом должно быть такое число, которое меньше делителя. В этом примере наш делитель равен 4. Значит, количество десятков в делимом может быть 0, 1, 2, 3. И в этом случае мы получим в разряде десятков в нашем частном 0. Например, остановимся на тройке. Рассмотрим следующий пример. В нашем примере, ребята, пропущено количество десятков. Какое число мы можем вписать, если делитель равен 2? Правильно, это или 0, или 1, то есть число, которое меньше, чем делитель. Впишем, например, 0. Перейдем к следующему примеру. Количество десятков должно быть меньше, чем делитель, то есть меньше, чем 4. Какие числа мы можем вписать? 0, 1, 2 или 3. Впишем, например, 2. Перейдем к следующему примеру. Делитель в этом примере равен 3. Значит, какие числа мы можем вписать, чтобы в частном в разряде десятков у нас получился 0? Правильно, ребята. 0, 1 или 2. Впишем, например, 1. Далее делитель равен в следующем примере 5. Чтобы получилось 0 десятков в частном, мы должны взять число меньше 5. 0, 1, 2, 3 или 4. Впишем, например, 4. И следующий пример. Делитель равен 7. Для того, чтобы в частном получилось в разряде десятков 0, получился 0, мы должны с вами взять число меньше 7. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Впишем, например, 5. Наш урок подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим о четвертом уроке второго модуля, который называется «Среда скрэйч» и «Познакомься со скриптами». Но прежде, ребята, давайте повторим пройденный материал. Что мы с вами узнали на прошлом уроке? Мы, ребятки, познакомились, как создавать папки. И что такое папка? Папка нужна для хранения файлов. Эти файлы можно сохранить в папках. Для чего используются файлы? Файлы, ребята, это информация, хранящаяся на компьютере. Давайте вспомним, как же можно удалить файл. Для этого, посмотрите, чтобы удалить файл, нужно щелкнуть. По файлу правой кнопкой мышки у нас откроется следующее меню. И в этом пункте находим «Удалить». А теперь давайте создадим, построим по этому алгоритму блок-схему. И с какой команды же мы начнем строить блок-схему? И какие следующие действия будут? И как мы завершим выполнение алгоритма? Вот мы выполнили алгоритм и построили блок-схему. Посмотрите, пожалуйста, что мы сделали здесь с информацией. Ребята, мы сначала прочитали текст. Значит, что мы сделали? Мы получили информацию. Затем мы составили блок-схему. Значит, мы обработали информацию. Следующее. Мы записали блок-схему. Значит, мы сохранили графическую информацию. Итак, и вспомним, ребята, дальше, что же такое среда программирования Scratch. И что такое Sprite Scratch. Среда программирования, ребята, это программа, в которой мы с вами будем создавать мультфильмы или игры. А Sprite – это герой нашего мультфильма или игры. Давайте вспомним, что же мы делали в прошлый раз. Мы с вами меняли для наших спрайтов фон. И теперь давайте вспомним элементы среды программирования Scratch. Посмотрим, что мы здесь должны написать. Для этого вы должны, ребята, открыть рабочие тетради и выполним вместе задание номер один. Давайте вспомним. Первое. Добавляем Sprite. Следующее. Можно добавить фон. Затем посмотреть список спрайтов. Посмотреть свойства спрайтов. Менять костюмы для спрайтов. Следующее. Затем у нас имеется палитра блоков. Из палитры блоков мы выбираем список команд. И вот мы составили программу, которая называется скриптом. Что же мы еще делали в прошлый раз? Мы, ребята, для того, чтобы робот строил заводы, мы писали для него программу. Как видите, здесь, в этой программе, робот пять раз должен шагнуть вперед и построить завод. А как же нам сделать в наших проектах, чтобы наши спрайты выполняли разные действия? Давайте посмотрим. Чтобы они разговаривали, чтобы они двигались и выполняли различные действия. Естественно, для этого нужно написать программу. И сегодня, ребята, мы с вами научимся писать скрипты. А скрипты, ребята, это программы на языке программирования Scratch, которые выполняют спрайты. Познакомимся давайте сначала с набором команд Scratch. Вот посмотрим. Вот здесь у нас дана палитра блоков команд Scratch. Здесь вы видите все команды. Итак, каждая команда имеет свой цвет. А теперь давайте постепенно познакомимся с ними. Вот, допустим, первый блок события. Событие, ребята, запускает программу. Скрипт. Следующее. Внешний вид определяет внешний вид спрайта. Управление. Управляет работой программы. А теперь по отдельности посмотрим, что у нас находится в блоке события. Блоки события у нас находятся, значит, когда нажат флажок и когда спрайт нажат. С этими командами спрайт, значит, может пользоваться, и они запускаются щелчком по флажку и по спрайту. Следующий блок. Внешний вид. Посмотрите, пожалуйста, что здесь можно делать. Команда этого блока, ребята, позволяет управлять сменой костюмов. То есть его внешним видом. Видимостью показаться, спрятаться. И, ребята, также отображать на сцене речь спрайта. Говорить, допустим, привет две секунды. Следующий блок. Управление. Как вы видите, здесь написано ждать сколько-то секунд. Это означает, что спрайт бездействует одну секунду. То есть мы можем назначить спрайту время. Итак, давайте разберем первую задачу. Программируем кота. Что здесь мы видим? Что же сделает кот? По клику на зеленый флажок кот должен сказать мяу и спрятаться. Давайте напишем ему скрипты. Пожалуйста. Значит, что мы сделали? Написали из блока Команда. Составили ему программу. Когда флажок нажат, он говорит мяу две секунды. И прячется. Следующее задание. Давайте посмотрим, что же здесь нужно сделать. Программируем кота опять. Посмотрите, что делает кот внимательно. По клику на спрайт-код, ребята, он должен два раза поменять костюм. А посмотрим, какие же у кота костюмы. Посмотрите, ребята, у него оказывается два костюма. И создадим для него скрипт, который выполняется. Как же он будет менять костюм? Посмотрим. Вот смотрите, значит, мы выбираем по клику на спрайт. Так, затем используем вот эти команды. Следующий костюм и ждать одну секунду. Посмотрите, почему же мы здесь выбрали ждать одну секунду? Чтобы успевать видеть смену костюмов кота. Итак, теперь, ребятки, перейдем к работе на платформу. Посмотрите на эту блок-схему. Что за блок-схема это? Это инструкция для входа на платформу. Запускаем браузер Google Chrome. Затем выбираем английскую раскладку на клавиатуре. Пишем в адресной строке mars.algoritmica.as и вводим свой логин и пароль. И мы уже на платформе. Как же нужно выполнять задание? Выполнять задание нужно так. Сначала основные выполняем задание, потом дополнительные. А теперь я вам продемонстрирую выполнение уровня на платформе. Что же это такое? Посмотрите. Вот у вас дано такое задание. Нужно его прочитать. Внимательно. Здесь даны следующие задачи. Добавь команду для старта проекта. Добавь команду для того, чтобы кот заговорил. Добавь команду для того, чтобы кот спрятался. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Пожалуйста, для старта мы выбрали зеленый флажок. Для того, чтобы говорить, мы выбрали из блока внешний вид. Говорить привет две секунды. И из блока внешний вид мы выбрали спрятаться. Здесь нужно, ребята, выбрать результат выполнения этого алгоритма. Значит, нам нужно его сначала посмотреть. Какое же здесь условие стоит? Здесь говорится, на листе нарисован круг. Вторую фигуру робот рисует справа от первой. Я надеюсь, вы уже нашли ответ. Где же у нас такой ответ? Вот у нас круг и справа следующая фигура. Выбираем алгоритм, записанный в виде блок-схемы. Я надеюсь, это легкое задание, вы уже нашли ответ. Графический вид представления информации. Это, конечно, у нас блок-схема. Ребятки, подведем итоги сегодняшнего урока. Что же мы узнали? Мы познакомились с вами со скриптами. Выбираем скрипт, который будет запущен нажатием на спрайт. Ну-ка, посмотрели внимательно, где же у нас ответ? Конечно же здесь. Когда спрайт нажат, сказать привет, ждать одну секунду и следующий костюм. Тем, как попрощаться с вами, я хотела бы вас предупредить. Нужно, ребята, защищать себя, естественно, от злого коронавируса. Как же мы защищаемся? Обязательно, ребятки, носите маску. Затем, ограничьтесь по возможности, поприветствуй тестами, объятиями, рукопожатиями. Затем, дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, с которым вы прикасаетесь. И, конечно же, обязательно часто мойте руки мылом и водой. На сегодня, ребятки, все. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!